Интенсивность обстрела в зоне АТО снизилась. За сутки боевики пять раз открывали огонь по позициям наших военных. Потерь среди украинских бойцов нет. На линии разграничения побывал и Геннадий Вивденко. Боец Оксана неформальный лидер огневого опорного пункта украинских войск. Говорит, что лишь днем ситуация в какой-то мере напоминает перемирие. Иногда они постреляют с автоматов, чтобы нарушить, чтобы мы постреляли, а они по нас. А так тишина. Ну, как хлопцы говорят, за тишину перед бурей. А там кто-то знает, что будет дальше. Подивимся. Ночью этот район попал под жесткий минометный обстрел боевиков. На передовой в окопах бронежилеты не сбрасывают, даже несмотря на жару. Вокруг открытая степь. С той стороны за нашими парнями наблюдают высококвалифицированные снайперы. Она может сегодня быть спокойна, а завтра может быть загострена в любой момент. Так что противник тоже готовится. Он уже не тот. Российские войска, российские инструкторы проводят с ними боевую подготовку, элементы. Так что уже тяжело сказать. Там уже довольно подготовленные стоять над нами на той стороне врага. Стиснув зубы, подразделение пока не отвечает на попытки противника расшатать ситуацию. Мы же не можем без проказа стрелять. Нет, вдруг мелкий калибр вот светит пуля, то мы можем ответ дать. Надеемся на тишину. На других участках под Светлодарском в последние сутки практически тихо. Обстановка в районе Светлодарской дуги несколько стабилизировалась. Противник перешел от практики жестких артиллерийских обстрелов к более провокативным. Огонь ведется в основном по ночам. Днем есть возможность даже немножко отдохнуть. Этот боец в предыдущие дни свое снайперское оружие не использовал. А когда крайний раз ее ввели в огонь? Ну, неделю-півторой назад. Ну, она еще в масле. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Луганской и Донецкой областей.